И в спорткомплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана прошел открытый кубок Одесской области по настольному теннису. В соревнованиях принимали участие спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалиды-колясочники. Традиционный чемпионат прошел при поддержке президента Юракадемии МГУ Сергея Кивалова. Подробнее о соревнованиях расскажут наши корреспонденты. Они готовы ехать со всех уголков страны для того, чтобы один день поиграть в настольный теннис. В этом году в кубке приняли участие около 40 человек. Собрались представители 8 областей Украины, а также команда из Приднестровья. На соревнованиях представлены 10 классов участников. От тяжелых инвалидов до людей, имеющих незначительные нарушения опорно-двигательной системы. Президент Одесской Юракадемии и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов третий год поддерживает данный чемпионат. Спортивный комплекс предоставил гуманитарный университет при поддержке Сергея Васильевича Кивалова. Он вообще просто поддерживает спорт. Вы видите, спортивный комплекс хорошо распорожен. Он все время занят до 23.00. Здесь разные виды спорта. Потому что у человека такие взгляды. Почему? Не только взгляды, но и действия. Соревновались как взрослые, так и совсем юные спортсмены. Среди пары теннисистов – мастера спорта, чемпионы Украины и мира. В моем классе мастер спорта есть. Будем с ним бороться. Кандидат мастера спорта. Так что конкуренция хорошая. Турнир всегда обогащается новыми спортсменами. Третий год. Становится все сложнее играть. Уже именно они как международные. Террафлекс столы хорошие. Вентиляция, воздух. Все классно. Участвуя в таких спортивных соревнованиях, многие спортсмены получают дополнительный посыл к дальнейшему образованию, трудоустройству и созданию семьи. Это позволяет найти свое место в жизни и быть полезным для других. Для участников это также является возможностью встретиться и пообщаться. В первую очередь это зрение. Это улучшение для зрения. Это для координации движения. Ну и там поддержание своей формы. И также и общение между собой. Чтобы люди общались, дружили, друг друга знали. Мы просто уже не первый раз встречаемся именно с ребятами-колясочниками. И они в виде уважения. Мы приглашаем их к себе в предыдущие соревнования. А также они нас. То есть мы крепко дружим. Оборудование, инвентарь, пандусы, покрытие и другие специальные возможности. В спорткомплексе позаботились о людях с особыми потребностями здоровья. Все условия для нас, спортсменов, зал идеальный. Здесь обстановка такая именно спортивная. То есть каждый стремится показать лучший результат. В прошлом году Олег Прохоров вместе со спортсменами и Сергеем Киваловым, а также студентами Юрокадемии МГУ, принимали участие в субботнике. Высаживали деревья на склонах на 8-й станции Большого фонтана рядом со спортивным комплексом. В прошлый раз, когда мы открывали турнир, мы на верхней аллее садили деревья. Так что мы не только играем, а еще и украшаем нашу родную землю. Турнир среди инвалидов-колясочников уже третий год подряд проводится на базе спортивного комплекса Международного гуманитарного университета. Такие соревнования помогают привлечь людей с особыми потребностями здоровья к активному образу жизни. Наталья Апара, Константин Нищерет, Телеканал Репортер.